Канонический пример сталинского классицизма. Здание Дома культуры в селе Курджинова обновилось. После реконструкции вновь приступило к своим обязанностям. При проведении ремонтных работ учитывалось изначальное величие архитектурного и дизайнерского замысла советских архитекторов. Фатима Даурова оценила преображение сельского клуба. До 61-го года прошлого столетия поселок Курджинова входил в состав Краснодарского края. В Псибае сейчас стоит брат-близнец этого Дома культуры. С такими же колоннами, атрибутами советской архитектуры. Дома культуры сталинской эпохи, возведенные преимущественно в 50-х годах, до сих пор сохраняют аутентичный вид. Этот был сдан в эксплуатацию в 55-м году. И с тех пор сельский клуб прилежно справлялся со своей ролью. Правда, совсем недавно он выглядел на все свои 65 лет, которые он прожил под снегами, дождями, знойным солнцем рядом с подножием Кавказского хребта. Перепады температур и время сделали свое дело. Он нуждался в реанимации. Скорую помощь начали оказывать в начале 2019 года. И вот сейчас монументальное здание в стиле сталинского классицизма обновило свой вид. В 2019 году наш Дом культуры прошел реконструкцию. Обновлены полностью все помещения Дома культуры. Обновлен фасад, обновлена территория. Благодаря этому мы получили больше возможностей заниматься в Доме культуры творчеством. Наши творческие коллективы, наши дети теперь с удовольствием будут посещать помещения, которые эстетически очень приятны. В обновленном холле здания посетители встречают выставка фотографий, на которых история сельского клуба, яркие моменты из жизни села Курджинова и его жителей. Совсем рядом расположились рисунки начинающих художников, которые занимаются в кружке рисования. Фокус камеры привлекает зрительный зал, который стал центром всего сельского клуба. Дизайнерское решение в его оформлении взяла на себя женская половина Дома культуры. Вкус их не подвел. Теплая и цветовая гамма удачно вписалась в интерьер. Работникам уже не терпится выступить на новой сцене с новой творческой программой. Я с детства выступаю в Доме культуры, буквально с четырех лет, еще с детского садика. Дом культуры помню хорошо, но в таком качестве, в таком обновлении радостно его видеть. Сцена чудо, зал восхитительный, светло, красиво, комфортно, удобная мебель. И, естественно, для зрителя будет очень хорошо воспринимать то, что мы будем творить на нашей сцене. А пока они репетируют в кабинете. Наводит порядок после ремонта и в сельской библиотеке. 32 года Наталья Юрьева провела среди книг. Каждую из них она знает по переплету и году издания. Как заведующая библиотеки она следит за тем, чтобы сохранить печатное богатство села. Скоро заменят устаревшие стеллажи и книги, которые сейчас лежат с топками, можно будет разложить по новым полкам. Будет у нас красиво, уютно, будут у нас новые стеллажи. Вот, приедете, посмотрите. Люди ходят, люди еще читают? Конечно, читают, конечно, читают. Несмотря на то, что у нас поселок, кажется, что деревни не читают, читают. Читают, приезжие читают, много приезжих. Москвичей у нас много. И даже удивляются. Говорят, что мы не думали, что вот здесь может быть такая библиотека. Хотя вот у нас как-то было старое помещение. Вот мы все равно старались. Мы оформляли выставки, мы делали мероприятия, приглашали. Внешний облик и внутреннее содержание монументального здания, рожденного в прошлом столетии, не утратил изначальных функций. Он и сейчас остается архитектурной доминантой и играет важную социально-культурную роль в жизни села. Дети и подростки посещают кружки и секции. Люди старшего поколения, мероприятия и клубы по интересам. Новый занавес сменил тюлевые шторы советских времен. Сцена готова. Фатима Дорова, Расул Бердия, Вести, Карачаево, Черкесия, Уропский район.